Новости 24 продолжает эфир телеканала ННТ в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! Прямо сейчас о том, что ожидает вас в сегодняшнем выпуске. Двойные пенсионные выплаты и стипендия для отличников представителей малочисленных народов. Что изменилось для жителей России сегодняшнего дня? Об этом сегодня в выпуске. Более 3800 случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в Дагестане. Во Всемирный день борьбы со СПИДом в республике прошла акция «Стоп ВИЧ-СПИД». Какое оно семейное счастье? Об этом рассказали старшеклассникам и студентам республики. Более 200 учащихся посетили семинар. Смерть по неосторожности. Итогом невнимательности стала гибель ребенка. Замгендиректора строя организации в Дагестане обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей. Об этом сообщает Следственный комитет по республике Дагестан. Напомним, в прошлом году в селении Тлерота 13-летний школьник раскачивался на перекладине футбольных ворот. Конструкция опрокинулась, и мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. По данным следователей, обвиняемый не проверил, закреплены ли ворота должным образом. Теперь он предстанет при суду. Дагестанская таможня оформила около 300 тонн гуманитарного груза для отправки в Нагорный Карабах. Он будет направлен для местных жителей, которые пострадали от боевых действий. Это около 300 тонн стройматериалов для восстановления жилых домов и социально значимых объектов. В свою очередь, сотрудники таможенного поста обеспечили оперативное оформление груза. Дагестанцам задолжали еще более 4 млн. рублей. По данным Дагестанстата, к началу ноября в республике увеличилась общая сумма долгов по оплате труда граждан. В список должников входят МУП, спецавтохозяйство в Кизляре и ряд сельскохозяйственных предприятий отдельных муниципалитетов. Отмечается, что в основном задолженности наблюдаются за предприятиями-банкротами. Также в списке организаций числятся такие губы, как ГИДЖУХ и ДАКСельхозхимия. Оба предприятия находятся в стадии ликвидации. По мере реализации их имущества предполагается полное погашение задолженности по оплате труда. Ежегодно 1 декабря во всем мире отмечается День борьбы со СПИДом. Он служит напоминанием о необходимости остановить глобальное распространение эпидемии этой страшной болезни. В Махачкале в этот день прошла всероссийская акция «Стоп ВИЧ СПИД». Цель акции – привлечь внимание жителей страны к проблеме распространения инфекции. Согласно статистике, в России живет более миллиона ВИЧ-инфицированных. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в нашей республике также остается напряженной. За весь период эпидемии зарегистрировано более 3800 случаев ВИЧ-инфекции. С сегодняшнего дня в России вступают в силу сразу несколько важных изменений. В первую очередь они касаются тех, кто получает пенсию в период с 1 по 9 числа. Их ждут двойные выплаты. Из-за особенностей начисления перед новогодними праздниками в этом месяце будет выдана также сумма за январь. Кроме того, россиян будут информировать о положенных им мерах соцподдержки через портал Госуслуг или по телефону. Также врачи, не получившие коронавирусные выплаты, смогут оставить жалобу. После обращения информация будет передана в соответствующие органы для проверки. С 14 декабря в режиме онлайн можно будет получить и больничный лист. Для оформления потребуются данные паспорта из НИЛС. С 1 декабря также планируется ввести новую выплату для отдельной категории учащихся. Речь идет о сумме в 4300 рублей, которую предполагается перечислять студентам-отличникам из числа малочисленных коренных народов. В Дагестане проходит северокавказский межрелигиозный молодежный форум. Официальное открытие состоялось накануне в санатории Каспии. К участникам мероприятия обратились представители власти, общественности и религиозные деятели. Они говорили о важности подобных мероприятий для укрепления межконфессионального мира в стране. В рамках форума молодым ребятам уже успели провести экскурсию по культовым сооружениям Дербента, устроить спортивные состязания и тренинги. На самом деле очень важно, на наш взгляд, в нашем регионе, да и в целом в стране проводить подобные мероприятия. Почему? Потому что молодежь, представители разных регионов, разных культур, национальностей, разных конфессий, вместе в течение недели активно работают, активно познают, участвуют на лекциях, участвуют на семинарах, участвуют на брейн-рингах и всякого рода командообразующих мероприятиях. Также вместе выезжают в поездки Дербент и другие интересные уголки нашего Дагестана. И таким образом проявляют совместную такую дружбу, взаимодействие, обогащают друг друга, знакомятся, коммуницируют и в последующем, разъезжаясь в разные регионы, сохраняют добрую память. И на наш взгляд, Министерство национальной политики и ламбролигии, которое в том числе проводит большое количество подобных мероприятий, это очень необходимые площадки для консолидации, для профилактики молодежной среды, как уже было сказано, для в целом формирования единой российской гражданской идентичности. Форум завершится 3 декабря. Его организатором является Дагестанский гуманитарный институт при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования и муфтиата Дагестана. В Махачкале проходят мероприятия для старшеклассников и студентов, задача которых – подготовить молодых людей к семейным отношениям. Эта программа реализуется в рамках проекта «Школа семейного счастья». Один из таких семинаров состоялся в гуманитарно-педагогическом колледже. В актовом зале собралось около 200 учащихся. Как все прошло, узнавал Хамзенур Магомедов. Готовка, да? Кто должен этим заниматься? Тренинг «Что следует делать мужу и жене». На сцене три доски с надписью «Муж, жена» и «Муж и жена». Ведущий задает вопросы, а студенты выбирают, кому в семье предпочтительнее заниматься тем или иным делом. Четырнадцатый – уборка. Довольно стремительно, парни, отварка. Когда распадается семья, вот эти все обязанности, вот это дерево, оно высыхает. Вы представьте, что происходит с этой семьей, что происходит с ребенком, который растет там, где высохло вот это дерево жизни. Видите, большая часть обязанностей несут и муж, и жена вместе. Для студентов в этот день организовали насыщенную программу. Религиозные деятели и эксперты-психологи рассказали молодым людям о подготовке к семейной жизни и ответили на их вопросы, которые они задавали анонимно по телефону. Мне очень понравилось это мероприятие, так как оно было очень увлекательным и интересным. Многие поняли, что для нас важно будет в будущем. И мы, рассуждая об этом, понимаем, что в будущем в каких-то местах мы должны будем выступать парням, или девушке должны будут какие-то обязанности делать. И для нас это очень в будущем пригодится, считаю. Многие смогли найти ответы на свои вопросы. Некоторые порой боятся спросить об этом, но речь наших психологов, я думаю, во много помогла молодежи. Для растущего будущего поколения задуматься о том, что правильно и как им следует поступать в будущем. В ходе мероприятия студентам также показали социальный ролик на тему взаимоотношений с противоположным полом. Проект «Школа семейного счастья» получил поддержку от Федерального агентства по делам молодежи и реализуется в Махачкале на площадках учебных заведений столицы. Мы знаем, что сейчас западная культура навязывается молодежи, идет неправильная промывка мозгов. И в данном направлении это проект очень актуальный. Я бы хотел, чтобы на следующий год он более расширялся и охватывал наибольше по масштабам. На сегодняшний день, как я знаю, более тысячи человек охвачено. Это и школы, и вузы, и СУЗы. Это прекрасная динамика. Это тот самый пласт, который мы должны подготавливать к будущей семейной жизни. Это доказательство того, что можно и нужно переходить от формальных мероприятий, такого галочного формата, к таким реальным форматам, где максимально плодотворно проходят мероприятия. И по лицам даже студентов было видно, как они с интересом слушают, что им нравится, что они получают пользу. И очень понравилась организация на высшем уровне. Мероприятия подобного формата, как отмечают организаторы, будут продолжаться. А главная их цель – подготовить молодежь к будущей супружеской жизни и сократить количество разводов в Дагестане. В бой идут одни старики. Накануне в Махачкале завершился мини-футбольный турнир на Кубок Шамильского района среди ветеранов. Игры в формате плей-офф проходили на поле стадиона «Спартак». Сильнейшую команду определяли 12 коллективов. К участию допускались футболисты в возрасте не младше 35 лет. Соревнования вызвали повышенный интерес у болельщиков. И, несмотря на свой возраст, игроки сумели оправдать ожидания. По итогам предварительных встреч, лучше других, свое мастерство и физическую подготовку проявили команды «Гоготель» и «Кахиб». Их финал по накалу оправдал все ожидания и завершился ничей. В серии послематчевых пенальти точнее были футболисты из «Гоготли», выигравшие тем самым первый Кубок чемпионата Шамильского района среди весеранов. Чемпионов и призеров наградили представители руководства Шамильского района Федерации футбола. Здесь же глава муниципалитета Магомед Гасанов вручил меценату Магомеду Гимбатову награду за организацию и поддержку турнира. Такие турниры у нас проходили ежегодно среди молодежи Шамильского района. Теперь в этом году впервые начали организовать этот турнир среди ветеранов района. Это полезно и для самого каждого участника, значит, здоровый образ жизни, показать пример подрастающим поколениям, что спортом надо заниматься. Не только этот турнир, все мероприятия, которые собирают людей, они, наверное, идут на благо того, что общались, сружили, узнавали друг друга. Я думаю, что в любом возрасте это правильно, надо делать, проводить. И, естественно, федерация поддерживает во всех направлениях, дальше будет поддерживать. Дагестанский борец-классик Милат Алерзаев вошел в состав сборной России для участия в Кубке мира в Сербии. Список участников сегодня был оглашен на подмосковной базе «Горизонт», где национальная команда проходит заключительный этап подготовки. Турнир пройдет с 12 по 18 декабря в Белграде. Напомним, что Милат Алерзаев победитель прошлогоднего первенства мира среди молодежи. В начале октября он становился вторым призером Кубка России среди взрослых в Буфе. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была я, Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова